Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с воскресным днём. Всех причастников, кто сегодня приобщился, святых, бессмертных, животворящих, христовых таинств, сердечно поздравляем со святым причащением. Радует наше сердце, дорогие братья и сестры, то, что каждое воскресенье у нас очень много причастников. Это говорит о том, что после этого долгого периода, когда по определенным причинам люди были удалены от церкви, они возвращаются. И самое главное, что они возвращаются не просто поставить свечку и что-то у Бога попросить, они возвращаются, чтобы соединиться со Христом в Божественной Евхаристии. И как важно нам, причастившись, дорогие братья и сестры, не забывать о самом главном – о любви, к которой мы приобщаемся. Бог есть любовь. И если мы приобщаемся к Богу любви, то, выходя из храма, мы должны быть исполнены этого чувства любви к Богу и ко всем окружающим нас. Мы с вами помним, что святое причастие, которое впервые совершил сам Христос в Сионской горнице, вместе со своими учениками, апостолами, среди которых был причастившийся Иуда, пошел и предал своего Учителя. Мы с вами также знаем, что те апостолы, которые причастились к бессмертных животворящих Христовых Таинств, после причастия разбежались и едино оставили Господа. Лишь один апостол, которого мы называем апостолом любви, остался со Христом до конца, до креста. Это Иоанн Богослов. Как важно нам понять эту статистику, что из всех причастников остался лишь тот, который был наполнен любовью ко Христу, которая изгоняет страх. Да, перед страхом собственной смерти убоялся и такой камень, как Петр, который ходил по водам, который видел чудеса своего Учителя, но отрекся трижды, прежде чем петух воспел, трижды отрекшись от своего Учителя. Отреклись от Него и убежали, убоялись и другие апостолы, хотя причастились, хотя были на тайной вечере. Это урок всем нам, что если мы причащаемся, но не выходим из храма преобразившимися, если мы не начинаем жить по вере, не несем веру света Христова в этот мир, который ожесточен грехом, пороком, изменами, развратом, всевозможными страстями и пороками, то и мы тем самым отрекаемся от Христа и одного Его оставляем, даже если мы часто причащаемся. Каждый человек ищет в жизни благо, ищет радости, ищет счастье. И вот в сегодняшнем Евангелии, которое читалось во всех храмах Божьих, это Евангелие от Матфея, 6 глава, в 33 стихе этой главы было прочитано на все наши чаяния и ожидания ответом нашего Господа слова «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». В этих словах Господь указывает нам на самое главное благо. Человек думает, вот благо что-то приобрел, купил, поменял, стал обладателем. Но как скоро человек обладает, то надоедает, то выходит из строя, истирается, то подкапывает воры, то моль истребляет. И мы с вами видим, что ничего из того временного, что мы приобрели или приобретали, вечным не является. Вот потому Христос и говорит, там-то и не ищите, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Что это значит? Вот сегодня хотелось бы, дорогие, отвечая на этот вопрос, сказать всем нам словами самого Спасителя. «Если око твое будет чисто, сказал Господь, то и все тело твое будет светло. А если око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Мы с вами знаем состояние человека, у которого либо соринка попала в глаз, либо загноился глаз, либо человек вообще теряет возможность видеть. У него нарушается весь цикл его жизни. Он не может управлять ногами, руками, он все делает на ощупь. И страдает, и мучается. И так, если око человека помрачается, то помрачается вся его жизнь. Он становится инвалидом в этом мире. Вот так и Христос говорит. «А твое око...» А святитель Иоанн Златоуст поясняет это место. Ведь как глаза для тела, так ум для души. Вот если ум наш светел, если ум наш чист, если чисто наше сердце, вот тогда и все тело наше светло, и жизнь наша осветляется. И мы знаем, зачем живем, зачем молимся, зачем другим помогаем. Любя Господа, очищая себя от греховных страстей, мы понимаем, что ступенечка за ступенечкой мы поднимаемся в Царствие Божье, в поисках правды Его, очищая свой внутренний мир. И прежде всего, начинаем со своего сознания, со своего ума, который должен быть чистым, как и наше сердце, потому что только чистые сердцем увидят Бога, так сказал сам Христос. Блаженный чистые сердцем, якоти Бога узрят. Грязное сердце не может поверить в Бога. Оно не может посещать храм. Грязь ищет грязь. Ей чистота даже противна. А чистоте противна грязь. Свету противна темнота, как и темнота ненавидит свет. Вот потому они друг другу противятся. И если око твое, если ум твой, если сердце твое будет чистым, то вся жизнь твоя будет светлой, чистой, доброй и радостной. А если око твое, если ум твой, если сердце твое будет худо, то все тело твое будет как инвалид. Ты будешь жить и не знать зачем. Съел и снова проголодался. Выпил и снова жаждешь. Приобрел и мало, и мало, и никогда не насытишься. Вот почему Господь и говорит, здесь в мире нет тем, чем бы вы насытились. Ищите прежде Царствие Божие. А где его искать? Где оно? Всмотримся в высоту небес? Сам Христос говорит. Царствие Божие внутри вас есть. Вот там, очищая собственное сердце. Ищите то Царствие, которое даровал вам Христос. И особенно те, которые причащаются святых христовых таинств. Они принимают себя в свое Царство, в свое внутреннее состояние души самого Господа, который освящает человека причастившегося, который преображает его. И если человек лишь помогает Христу чистотой своей жизни, чистотой своего ума, чистотой своего сердца, то он освящает всю свою жизнь и жизнь людей, которые живут рядом с этим человеком. Вот к чему призывает нас Церковь, а не просто прийти и отстоять службу. Мы должны каждую службу быть лучше, преображаться, становиться чище, светлее, добрее, любвеобильнее. Если этого в нас нет, то мы бесплодная смоковница, мы ходим, а плодов-то нет. Господь-то будет судить нас по плодам. По плодам их узнаете их. Если человек был злым, стал ходить в Церковь, и вдруг уже меньше раздражается. Человек смотрел всевозможные безобразия по телевизору, в интернете, и перестал. Он становится чище. Вот поэтому завершить мне сегодняшнее слово к вам в этот воскресный день, дорогие мои, хотелось бы важными словами. Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. Тогда светлой будет ваша жизнь. Тогда светлым будет ваш семейный очаг, ваша семья, ваши близкие. Они будут радоваться, что живут во свете Христовом. Вот этой радости о Христе Иисусе хотелось бы пожелать всем вам, дорогие. Дай Бог вам всем здоровья, дорогие, мира всем вам, любви и добра. Ищите прежде. Вы слышите? Прежде. Ищите света. Ищите радости. Ищите мира. Ищите любви друг между другом. И не ложны слова Христа. Тогда непременно все земное, в чем вы будете иметь нужду, обязательно приложится вам.